Украинский кризис. Запад помогает, Россия поднимает цены. Высказывание министра финансов ФРГ о действиях России в Крыму, а был ли повод для скандала? Вы смотрите программу «Геофактор». Здравствуйте. Запад обещает многомиллиардную помощь Украине, экономика которой, можно сказать, на грани коллапса. США предоставляет Киеву кредитные гарантии на сумму в 1 миллиард долларов. Европарламент высказался за отмену пошлин на украинский экспорт в ЕС. По мнению Брюсселя, это позволит Киеву сэкономить порядка полумиллиарда евро в год. Россия же тем временем лишила Украину скидок на газ. В результате цена на голубое топливо взлетела почти в два раза. 1 апреля Кремль отменил 30-процентную скидку на газ, установленную для Украины еще в 2010 году. А 3 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил и об отмене нулевой таможенной пошлины. В результате чего цена на газ взлетела до 485,5 долларов за тысячу кубометров. Официальная причина – Украина не погасила газовую задолженность. За мартовские поставки мы пока не получили никаких платежей. Сумма задолженности возросла и превысила 2,2 миллиарда долларов. Киев был отчасти готов к повышению цены на газ. Но в результате отмены льгот и нулевой таможенной пошлины стоимость голубого топлива оказалась даже выше, чем в Западной Европе. Украинское правительство посчитало меры Кремля политически мотивированными. Мы ожидаем, что Россия и в будущем будет использовать газ как рычаг давления, в том числе ограничивать газовые поставки на территорию Украины. Украина и так находится на грани банкротства. Беспрецедентно высокая цена на газ и перспектива сокращения газовых поставок могут окончательно подорвать ее экономику. Ведь страна почти полностью зависит от российского газа. Глава МВФ Кристин Лагард считает, что ситуацию на Украине нужно взять под контроль. Иначе из-за украинского кризиса может пострадать мировая экономика. Международный валютный фонд обещал предоставить Украине кредит до 13 миллиардов евро. В обмен на немедленные реформы. ЕС, США и Япония тоже готовы оказать помощь Киеву. Но при условии, если Украине удастся заручиться финансовой поддержкой МВФ. В пятницу премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев приступил к экстренным переговорам об импорте газа из западных стран. Экономическую ситуацию на Украине сегодня обсудим с экспертом немецкой группы советников при правительстве в Киеве Робертом Кирхнером. Господин Кирхнер, в этом году ВВП Украины может снизиться на 3 или даже 8 процентов. Почему, несмотря на реформы, прогноз столь неутешительный? Чтобы объяснить это, нужно заглянуть в прошлое. Последние два года экономика Украины находилась в стадии стагнации. За это время вырос дефицит бюджета. У страны возникли проблемы с платежным балансом. Поэтому сейчас стране нужно принять меры для макроэкономической стабилизации. Сначала эти меры будут сдерживать рост ВВП. Но в среднесрочной перспективе они заложат основу для стабильного экономического роста. И от этого выиграет как Украина, так и ее партнеры на Западе и на Востоке. В прошлом году украинское правительство уже принималось за реформы, заручившись помощью МВФ. Но успехов не добилось. Сейчас при новой власти условия для реформ будут лучше? Действительно, вы правы. Ранее Украина уже договаривалась о получении помощи от МВФ в обмен на обещание провести реформы. В 2008 году при президенте Ющенко, в 2010 при Януковиче. Ни в том, ни в другом случае реформы не были доведены до конца. Но нынешняя ситуация принципиально иная, как в политическом, так и в экономическом смысле. В том числе потому, что альтернативы программе МВФ у Украины нет. Действия новых властей в экономической сфере мне представляются многообещающими. Но что касается реализации планов, есть риски. Поэтому нужно внимательно следить за ситуацией. Спасибо, господин Кирхнер. На связи со студией был эксперт немецкой группы консультантов при правительстве Украины Роберт Кирхнер. В Германии не утихает скандал, связанный с одним из недавних высказываний министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле. Речь шла о действиях России на Украине. Москва слова немецкого политика подвергла резкой критике. А вот о том, как на критику отреагировал сам Шойбле, в материале Александра Прокопенко. Его суждения неправильно истолковали. Об этом заявил сам Вольфганг Шойбле. По словам министра финансов Германии, коснувшись ситуации в Крыму, он не проводил аналогий с нацистской Германией. «Я не настолько глуп, чтобы сравнивать кого-либо с Гитлером», заявил он в эфире немецкого телеканала АРД. «Немецкие политики не вправе проводить подобные параллели», добавил Шойбле. Скандал с вызвавшим большой резонанс. Заявление министра тянется с 31 марта. На встрече с берлинскими школьниками Шойбле якобы заметил, что действия России на Крымском полуострове напоминают ему методы, которые в свое время Гитлер использовал в судетах. Имелось в виду роль Третьего рейха в разделе Чехословакии в 1938 году. Впрочем, позже в Министерстве финансов сообщили, что Вольганг Шойбле, когда комментировал политику Москвы в Крыму, отказался при этом сравнивать Россию с нацистским режимом. Так или иначе, заявления министра финансов осудили многие немецкие политики. Прозвучали слова о недопустимости таких суждений и что они мешают усилиям Берлина по регулированию кризиса на Украине. Канцлер Германии, в свою очередь, заявила, что сравнивать аннексию Крыма с действиями Гитлера нельзя. С критикой слов Шойбле выступил и российский МИД. О недопустимости таких высказываний было заявлено в том числе и послу Германии в Москве. О том, что думают в Берлине по поводу высказываний Вольфганга Шойбле, мы узнаем у нашего парламентского корреспондента в немецкой столице Никиты Жолквера. Никита, может ли высказывание Шойбле, сделанное в адрес России, сказаться на его политической карьере? Нет, об отставке Шойбле не может быть и речи. Для официального Берлина это вообще не тема. Представители немецкого правительства обращают внимание на ту часть высказываний министра, которую почему-то опускают российские средства массовой информации. А говорил он, в частности, и о том, что Россию нельзя сравнивать с нацистским режимом. Вот и представитель канцлера сегодня порекомендовал журналистам перечитать весь пассаж целиком, о котором идет речь. А далее представитель канцлера заявил, я приведу эту цитату целиком, само собой разумеется, что все члены немецкого правительства полностью отдают себе отчет в том, что во время Второй мировой войны народы России пережили огромные страдания и колоссальные жестокости, причиненные им от имени немцев. По-моему, этой цитатой все сказано. Беспокоят же официальный Берлин совсем другие темы, ну, например, российские войска на границе с Украиной. В Берлине считают, что их отвод срочно необходим в качестве меры повышения доверия и деэскалации ситуации в этом регионе. Никита, ты сегодня был на правительственной конференции. А как реагирует немецкое правительство на резкое осуждение Москвой в высказывании Шойбле? С некоторым недоумением представитель немецкого МИДа сегодня изложил свою версию того, что происходило вчера на Смоленской площади. Туда немецкий посол пришел по собственной воле, его туда не вызывали. Он пришел, чтобы по случаю своего нового назначения, по случаю назначения на эту должность. А во-вторых, беседа с руководителем третьего европейского отдела, на которой обсуждался широкий круг вопросов, в том числе и эта история с Шойбле, проходила совсем в другом тоне, сказал представитель немецкого МИДа, чем тот, в котором было выдержано заявление российского МИДа. Спасибо, Никита. На связи со студией был парламентский корреспондент Deutsche Welle в Берлине Никита Жолквер. Вопросом расширения НАТО на восток задаются в Германии не только политики. Большинство немцев, 53% выступают против расширения присутствия альянса в Восточной Европе. Таковы данные опроса, опубликованные в пятницу. В то же время, 40% жителей Германии считают оправданным усиление патрулирования воздушного пространства восточноевропейских стран НАТО. О других событиях минувших суток в нашем новостном обзоре. Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов на выборах президента страны. К участию в них допущены 23 человека. Семь кандидатов выдвинуты политическими партиями. Среди них Юлия Тимошенко от Батькивщины, Олег Тегнебок от Свободы и Петр Симоненко от Коммунистической партии Украины. Остальные 16 кандидатов являются самовыдвиженцами. Граждане Молдавии с 28 апреля смогут посещать без виз страны Шенгенской зоны. Такое постановление для краткосрочных поездок подписали 3 апреля. Еврокомиссия предложила снять визовые ограничения в ноябре прошлого года. Тогда же на саммите в Вильнюсе было парафировано соглашение об ассоциации Молдавии и ЕС. В Германии заканчивается самая серьезная в истории авиакомпании Люфтганза забастовка пилотов, длившаяся три дня. Из-за нее было отменено около 3800 рейсов. Убытки крупнейшего авиаперевозчика Германии оцениваются в десятки миллионов евро. 5 апреля Люфтганза вернется к обычному режиму работы. Турецкое управление по телекоммуникациям сняло блокировку с сервиса микроблога в Твиттер. С вечера 3 апреля ресурс вновь полностью доступен. Днем ранее Конституционный суд страны заявил, что запрет Твиттера нарушает свободу выражения мнений. Через Твиттер распространялись обвинения в коррупции в отношении премьер-министра страны Риджепа Таипа Эрдогана и его окружения. Вслед за разблокированием в Турции сервиса микроблога в Твиттер, суд в Анкаре в пятницу предписал снять блокировку из видеохостинга YouTube. Правда, пока в силе остаются ограничения для определенных видеофайлов. О том, что будет происходить на геополитическом пространстве в ближайшее время, смотрите в нашем следующем геофакторе и читайте на странице Deutsche Welle в интернете. А у меня все на сегодня. Я желаю вам хороших выходных и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин